Пять золотых, одна серебряная. Такой результат наших тайских боксеров после участия в чемпионате России. Соревнования состоялись в Одинцове. Более 600 участников. В каждой весовой группе от 10 до 30 соперников. Но наши стали лучшими. Артемий Новиков в свои 14 самый титулованный боксер. За 6 лет спортивной карьеры 64 боя. Из них 58 победных. Говорят, мальчик скромный. На ринге совсем другой. Идет на пролом. Самое первое это была радость. Потом какое-то чувство. Я не понимал, что происходит. Побеждаешь и побеждаешь, да? Да. Физически я понял, что такой труд. Приложил усилия. А как бы, наверное, психологически не понимал. Семен Шалов пришел заниматься тайским боксом со старшим братом Сашей. Говорит, мама заставила. Теперь он чемпион России. Здесь намного тяжелее драться, чем в обычном боксе. Так как соперник может быть универсальный. Самое главное... Технику? Ну, в тайском боксе надо работать головой. Даниил Никифоров в своей возрастной группе занял первое место. С чемпионата России приехал тоже с золотой медалью. Бой для меня был не очень легкий. Было трудно. Но мы выиграли тактикой. За последние 20 лет это был самый масштабный чемпионат России по тайскому боксу. А потому отбор жесткий. Значение имело все. Физическая, тактическая, психологическая подготовки. И, конечно, вес спортсмена. Каждый грамм. Недобор или перебор. Дисквалификация. Допуск был до нуля. То есть, если спортсмен весил 45-100, заставляли эти 100 грамм в течение часа убирать. Только тогда он допускался к бою. Если он не сгонял эти 100 грамм, он был дисквалифицирован. Вот в этом сложность вся. Удержать вес. Ну и плюс еще надо поесть, восстановить силы. Ну и побоксировать. Вышивание крестиком или танцы. Не их конек. На ринге девочки. Арина Скалозубова – серебряный призер чемпионата России. Бой дался мне очень тяжело, потому что соперница была выше на голову. И под конец мне считали. Но я все равно согласилась в третьем раунде драться дальше. – Считали, это был нокаут? – Ну, нокдаун. – Нокдаун, да? Правильно. – Нравится этот вид спорта. В детстве 4 года я ходила на бокс, потом я бросила, пошла на танцы и опять вернулась. – А если вдруг какая-то травма, девочке надо следить за своей красотой, а вдруг так вот что-то не так? – Ну да, была у меня травма, но я все равно ходила на тренировки, конечно, плакала, но все равно. – Что, нос сломали? – Нет, ногу сильно травмировали. – Даниил Никитаров. – Арина. Михаил Тукарев сам борец и знает цену спортивной победе. Глава района поздравил спортсменов с высокими результатами и вручил грамоты. – Именно эта секция, как-то мы вот так вот душевно искренне, что подружились, очень приятно с ними общаться, очень приятно поддерживать. Особая, конечно, благодарность их тренерам, потому что это те люди, которые, мне кажется, это их не работа, да, это их призвание, это их жизнь, это их душа, и они это делают со всей вот отдачей, со всем своим большим сердцем, за что большое спасибо. Уже в сентябре наши чемпионы России по тайскому боксу отправятся в Турецкую Анталию, где выступят на чемпионате мира. Ирина Белякова, Антон Каврижных, Кирилл Емельянов. Тема.